Посмотрите, что сделано с христианством в Европе. Там же руины остались. Там же католическая, протестантская церковь. Они же, по сути своей, уничтожены. Вступать в лобовое столкновение с Россией, любому из вот этих вот восточноевропейских элементрофов, это, по сути, подписать себе смертный приговор. Андрей, здравствуйте. Да. Здравствуйте. Репрессии против священнослужителей и монахов Киево-Печорской лавры не только продолжаются, но и, скажем прямо, ужесточаются. Вот буквально на днях появилась новость о том, что в Киево-Печорской лавре собираются запретить разговаривать на русском языке. А как вы считаете, в перспективе это может привести к какому-то серьезному расколу уж и не только внутри украинской православной церкви, но и внутри украинского общества? На мой взгляд, церковная проблема в Украине, она динарна, скажем так. Она состоит из внутреннего фактора серьезного, влиятельного, и внешнего фактора. И только понимая внутренний и внешний фактор, и суть внутреннего и внешнего фактора, можно понять вообще, что там происходит сейчас. Потому что то, что мы видим, это лишь последствия, следствия. И дело тут даже не в языке. Если говорить о расколе, то там раскол давно произошел. И в обществе, и в церковной среде. И запрет языка русского в лавре уже ни на что не повлияет. Давайте сначала по поводу внутреннего фактора, внутренней ситуации, которая сложилась в церковной сфере на Украине. Когда Украина провозгласила свою независимость, то основное содержание всей церковной жизни на Украине, оно по сути свелось к целой череде разноважных расколов. Почему это произошло? Давайте четко понимать одну простую вещь, я предлагаю. Что все церковные расколы, которые происходили и происходят на Украине сейчас, это не от Бога. Это, скажем так, от бизнес-интересов. Еще в юности у меня был друг, друг детства, который после школы пошел по церковной линии, стал священником, причем стал священником одной из раскольничьих церквей. И когда-то мы с ним просто сидели в такой, в приватной обстановке, беседовали, чай пили. Речь зашла о церковных вопросах, в том числе о расколе. Тогда это еще все было в новинку, все было свеже. Но в принципе не стесняясь, вроде же везде все свои, что стесняться, по телевизору что-то. Она сказала, что суть раскола, в общем-то, это деньги. Основная мысль раскольников была очень проста. А зачем отправлять деньги в Москву, если можно эти деньги оставлять себе? Это все вот эти бодания внутренние, которые мы сейчас наблюдали тогда и наблюдаем сейчас, они связаны именно не с какими-то тонкостями теологическими, не с проблемой веры, с какими-то вопросами веры, еще чего-то. Абсолютно нет. Это все связано с деньгами. Почему? Потому что человек верующий, либо человек интересующийся вопросами веры, он прекрасно знает, что церковь, она, в общем-то, состоит из двух частей. Из церкви как социальной структуры и из церкви как тело Божьего. То есть социальная структура — это все земное, что мы видим в виде батюшек, в виде церковной иерархии, в виде объектов недвижимости, культовых сооружений. А тело Божье, оно выходит в сферу духа. Его не видно. Это сфера веры. Это не земное. Вот что касается земной части церкви, то на Украине там всегда, в общем-то, было достаточно все проблематично. Для церковной иерархии украинской, допустим, если брать не Раскольников, а Украинскую православную церковь, московского патриархи. Сейчас уже не принято говорить про московский патриархат, но мы будем говорить именно то, как оно официально звучало. Там среди иерархов церковных всегда были проблемы. Проблемы в понимании того, куда должна двигаться церковь. Всегда был раскол. Раскол на тех, кто сохраняет верность, единство православия, кто старается всеми силами избежать предательства, и на тех, кто пытался все время организовать такую свою самостийность во имя хороших денег. Это было всегда. Этот процесс внутри непрерывно шел, этого внутреннего противостояния. Периодически он выливался в открытые конфликты, которые видела паства, лицезрела. Потом эти конфликты затихали. Мы сейчас, собственно говоря, подошли к новой фазе. То есть в чем проблема, это, собственно, главное внутреннее? В том, что в Украинской Православной Церкви нет единства внутри. Нет понимания, четкого понимания предназначения церкви. Там очень много людей, значительное количество людей среди высокопоставленных церковных деятелей, которые, ну, скажем так, мягко говоря, к Богу очень небольшое отношение имеют. Это было тогда, это было сейчас. Раскольники откуда появились-то? Поэтому, собственно говоря, вот этот внутренний конфликт, он непрерывно тлеет. Он непрерывно тлеет, и там постоянно идут какие-то бодания, какие-то споры, какие-то интриги, какая-то политическая игра, причем с привнесением извне разнообразных элементов влияния, начиная от президента, заканчивая олигархами, спецслужбами и так далее. То есть там вот этот клубок такой, знаете. Я просто не хочу в это все погружаться. Кому это волнует, они здесь сами это знают. А кого это не волнует, оно им, в принципе, и не надо. Поэтому, собственно говоря, мы сейчас и наблюдаем то, что мы наблюдаем. Обратите внимание, когда началась специальная военная операция и до того как, там же постоянно перед ним стоял вопрос ребром. Вы с кем, в общем-то, собственно говоря, деятели церкви? И вот деятели церкви, собственно говоря, пытались маневрировать изо всех сил. Пытались маневрировать, уйти от прямого столкновения с властями и так далее. Когда началась СВО, то пространство для маневра становилось все меньше, меньше, меньше и меньше. И церковь уже даже не маневрировала, украинская православная, она начала приспосабливаться к церковной иерархии. И произошел очередной раскол, тоже как бы уже такой, знаете, четко выраженный внутри украинской православной церкви. Причем уже не только на уровне верха, но, в принципе, по всему, по всей вертикали церковной и горизонтали. Люди разделились на тех, кто сохраняет верность православию, цельности православия, единству православия. И тех, кто, собственно говоря, хочет самостийности, хочет приспособиться под изменившуюся ситуацию. А подумайте сами, да, церковь, христианская церковь, православная церковь, она существует не одно столетие. То есть она существует века, и она наблюдала приходы и уходы разнообразных государств. Она наблюдала рождение и исчезновение разнообразных народов. Она стоит за рамками вот этой вот земной суеты, да, по сути своей. Потому что, ну, если, допустим, исходить из церковной метафизики, то церковь, она вечно, как Бог. А все вот это, все остальное, все вот это мирское, оно приходящее, уходящее. И тут получается, что на Украине, да, в рамках украинской православной церкви складывается ситуация, когда церковь, да, вечно, представляющая вечность, божественность, она начинает приспосабливаться под вот это бренное, под земное, под уходящее, приходящее. Ну, как вы думаете, к чему это может привести? Вспомните, допустим, то, о чем когда-то даже, допустим, Достоевский писал, о мучениках православных, о людях, которые, простых людях, даже не представителях церкви, а простых православных, простых христиан, которые шли на муку и смерть ради веры. Этим только, собственно говоря, да, Бог зашел на крест ради людей, ради спасения человечества. И каждый христианин, по сути, если он реальный христианин, если он православный, он должен, по сути, повторять то, что сделал его Бог во имя церкви, во имя спасения души и всего остального. По сути, получается, что действие церковного руководства, да, украинской православной церкви, ну, оно, мягко говоря, очень странное с точки зрения Бога, с точки зрения вечности, да, которую представляет собой церковь. С точки зрения веры, с точки зрения души и так далее. Очень странно. На данный момент, как я уже сказал, произошел раскол, причем раскол фундаментальный и по вертикали, и по горизонтали. Люди, которые сохранили верность православию, православному единству, они, по сути, сейчас оказываются таком, знаете, на полу легальном или нелегальном, как кому повезло, положении. То есть священники, которые продолжают нести веру, продолжают, да, сохранять преданность единству православия, вот они там остались. Понять, сколько там соотношений, очень сложно. Все перемешалось там. Посчитать это нереально. Но, опять-таки, украинская православная церковь внутри себя находится в крайне, скажем так, болезненном, в крайне нездоровом положении, ситуации. И это факт. То есть, если просто махать флагом и, как бы, говорить лозунги, то, наверное, да, то, наверное, не стоило бы об этом говорить. Но, как я уже сказал, мы все-таки пытаемся понять проблему изнутри, что там происходит, понять суть проблемы. Но, как вы сказали, кроме внутренних причин есть и внешние. Как я понимаю, СВО стало одной из тех внешних причин, которые на это повлияли. Скажем так, СВО просто активизировало внешние процессы. Когда я говорил о внутреннем факторе, сильном влияющем факторе, то я имел в виду, собственно говоря, даже не СВО. Я имел в виду влияние Запада. Есть очевидная истина, которую либо не хотят понимать, либо не понимают. Каким-то причинам руководства руководства Украинской православной церкви. А это истина очень простая. Западу в лице американцев не то, что не нужна православная церковь на Украине. Причем в любом ее виде. Не имеет значения даже, кому она там подчиняется, какая у нее политика информационная и так далее. Нет. И американцам, и тем силам, которые стоят за американцами, христианство как таковое, оно не нужно. Оно вредное. Понимаешь, в чем проблема? Они же рассматривают любую церковь, любую веру традиционную, как фактор, не позволяющий брать под контроль те народы, которые эту веру исповедуют традиционную. Поэтому сам феномен христианства, вы посмотрите, что сделано с христианством в Европе. Там же руины остались. Там же католическая, протестантская церковь, они же по сути своей уничтожены. Христианство там, по сути, приспосабливают под социальную и политическую повестку этих государств. Да. То есть, ну, слушайте, оно все выродилось. То есть, остаются какие-то очаги небольшие, да, там где-нибудь на юге, в той же Испании, там в Италии, где-то какие-то вот такие очаговые явления христианства. Остается там более-менее еще такой крупный очаг в Польше, да, католический. Но по сути, допустим, тот же католицизм, он существует только за счет Латинской Америки, да, за счет вот тех стран, которые находились либо находятся под контролем Запада. Вот только за счет Ильки еще как бы вот что-то тлеет. Хотя там тоже такие очень интересные своеобразные формы католическая вера принимает. И там как бы тоже уже как бы под вопросом, а что вот это вообще такое? Да, смесь католицизма с местными верованиями, такие вот вычурные формы приобретающие. Поэтому сказать, что это как бы католицизм в его естественном, натуральном виде уже как бы тяжело. Но по сути, последний форпост христианства как такового, он остался в виде православной церкви, в виде России, в виде Украины и Белоруссии. Вот как бы три страны, по сути, где все остальное, там все вот эти вот греческие проявления православия, вы понимаете, о чем я. Это все такое, это все давно уже подходит под американским контролем. Это элементы информационного воздействия, информационного контроля, но это уже не церковь, это уже не вера. И по сути своей, и по количеству верующих и так далее. То есть получается, что, собственно говоря, американцы сейчас в сфере духовной, в сфере психологической, они оказались перед мощным барьером в виде православия, в виде русского православия, давайте будем говорить откровенно, в виде русской православной церкви. Это для них, вы понимаете, чтобы свернуть голову людям и взять их под контроль, их надо лишить вот этой внутренней духовной самостоятельности, суверенности. А православная церковь, при всей ее болезненности, неоднозначности, и тем не менее, она эту функцию до сих пор выполняет. Духовно-психологическая самостоятельность, независимость от Запада. Вы же обратите внимание, они ведь в своей пропаганде, да, Запад, американцы, транснациональные элиты, они же исходят из чего? Миллиардную массу человеческие контролировать, их надо лишить духовности, их надо опустить на тварный уровень. Все вот эти вещи с трансгендерами, с вот этими сексуальными меньшинствами, ведь это все же опустилось на уровень половых органов, то есть они же подняли, да, у них же высшая ценность для них сейчас, она же поднята на вершину, на эту вершину подняты проблемы каких-то половых отношений, половых органов, проблемы тела. Культ потребления, в конце концов. Да, да, души и духа, там, это все отброшено, этого нету. Это заменено телом, половыми органами, сексуальными отношениями и так далее. То есть всем тем, что связано с телом, с тварностью, вот отсекая любые религиозные формы, пытаясь их разрушить тотально, западные элиты правящие, транснациональные, пытаются миллиарды людей опустить на уровень животных. А вот вы хотите там, что там у вас главная цель? А цель, главное, переделать свое тело. А цель, главное, свободно совокупляться, как зверушки. Вот это главные великие наши ценности. Давайте вот за них мы и будем. То есть вот это, но, опять-таки, я повторяю, это элемент контроля. И церковь православная, русская православная церковь, она мешает этому. Она удерживает человеческую душу на уровне человека, на уровне, скажем так, образа и подобия Божьего, на уровне духа. А это очень мешает. И отсюда и идет вот этот вот, эта атака на православную церковь. И на русскую православную церковь, на территории России, вы обратите внимание, насколько сильно пытается западная пропаганда дискредитировать церковь. Вот брошено все на это. И либералы работали российские, и внешняя пропаганда работала, по максимуму работали. Дискредитировать, разрушить, и залгать, перевернуть. Показать всех священников продажными и так далее. Да, я опять-таки говорю, что человек славн и однозначности вот этой вот земной ипостаси церковной там нету. Там разные люди. Вы выдергиваете отдельных персонажей, показываете там разнообразные какие-то вещи, которые не соответствуют вере, да, и говорите, а вот смотрите, а это значит, что и церковь плохая, что христианство как таковое в принципе плохое, оно не нужно. А давайте мы все станем трансгендерами, а давайте мы все будем заниматься разнообразными сексуальными вещами. Нафиг вообще вся вот эта душа, дух, там, вера, все вот это вот, все сносим и все дружно голышом бежим и радостно совокупляемся. Вот к этому это все ведет. Сначала показывают вот этих порочных церковников, потом это все накладывается на церковь, на веру в целом, вот разрушается все и все, мы дружно как поросята радостно бежим. Дикая. Украина оказалась под катком, когда власть на Украине была захвачена американцами, когда вся территория оказалась под их контролем, естественно, что стал вопрос о ликвидации церкви. И тут уже нужны даже не психида, психологические, информационные моменты, нет, здесь просто физическая ликвидация церкви. Первые звонки были уже после оранжевой революции. Но мощнейший удар по церкви начался именно с 2014-го, а после начала СВО он приобрел уже такие, знаете, максимально радикальные формы. Поставлена задача, здесь не вопрос, что, как эти кричат на улице в Киеве, что геть московских попов, нет, это только как бы этап, борьба с московскими так называемыми попами, это лишь только первый шаг к уничтожению православной церкви. Униаты уже бьют копытами в ожидании, копытцами так тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, и в Риме уже копытцами тоже бьют тук-тук-тук-тук-тук, потому что униаты это как бы просто транзитная зона на пути к католицизму. Здесь не идет вопрос даже о власти, не только о власти, это вопрос о власти это внутри Украины стоит, между церковными раками, кто будет контролировать, кто будет получать денежки, они же смотрят, в значительной степени многие из них смотрят на церковь, это как на такой большой серьезный бизнес-проект. Но это как бы с такой низовой уровень, они вот днем барахтаются, но они не понимают, что ставки гораздо более высокими являются, что по сути сейчас на ком поставлена даже не то, кто будет контролировать православную церковь, а на ком поставлена в принципе ее существование. Вот в чем проблема. Под видом борьбы с так называемыми московскими попами сейчас начинают развернуть механизмы ликвидации православия как такового. Вот суть происходящего там сейчас. И силу внутренней своей ослабленности, силу того, что вера как таковая, истинная вера, она скажем так немножко сдвинута в сторону, а идет бурление, вот это телесное бурление, направленное на какие-то выгоды материального плана. Происходит по сути раскол и развал церкви как таковой. Да, изнутри идут удары, мощнейшие, физического плана, но ведь идет моральный распад внутри церковной структуры. Вы же обратите внимание, опять-таки, я рассказываю то, что я слышу оттуда, то, что мне люди оттуда рассказывают, с Украины. Ведь уже с началом СВО, в общем-то, в церквях Украинской Православной Церкви молятся за победу украинского оружия. Вот в чем проблема. Причем это абсурд. Они молятся даже не только за, допустим, СВОшников, за православных солдат украинских. Они молятся и за нацистов. Они молятся за Азов. Ну, оружие и христианство это вообще несовместимые вещи. Иногда оно совмещается, но я сейчас в данном случае не об этом говорю, а говорю о том, что Украинская Православная в некоторых церквях, я не знаю как бы масштаб, но вот я, то, что мне рассказал человек, непосредственно это видящий, в определенных украинских церквях, Украинской Православной Церкви молятся за Азов. А Азов это язычники. Это вообще абсурд. Это парадокс. Это не просто нацисты. Мы прекрасно знаем отношение нацистов к христианству. Как Гитлер это все воспринимал, мы прекрасно знаем, национал-социализм. Они котируют руны нордические и так далее. Ну да, есть такое. То есть там, где существует национал-социализм, или как на Украине говорят социал-национализм, они немножко название переделали, там существует только одна вера. Вера в нацию, вера в расу, вера в государство, нации и расы. Когда ведь их приветствие, да, слава Украине, героям слава, это же они же взяли, они же исказили приветствие христиан, которые славили Бога. Они теперь нацию славят, они славят Украину, они Украину поставили на первое место. И вот за этих людей в церквях, в украинско-православной церкви, молятся священники. возникает парадоксальная ситуация. Украина как таковая является механизмом ликвидации православной церкви и православия как такового. Она механизм уничтожения православной веры. И при этом православная украинская церковь пытается договориться с этой Украиной, с властью украинской. Она пытается маневрировать. Она молится за победу вот этой Украины, которая в принципе уже подписала смертный приговор православию на Украине. У меня вопрос, а как вы собираетесь в этой ситуации физической и духовно-психологической сохранить церковь, сберечь православие? Последнее, что у них осталось, это их вера православная. Украина забирает и эту последнюю, что у них есть, веру их, церковь, веру. И при этом эти люди идут на фронт и защищают Украину, которая у них забрала все. Причем она даже их жизнь уже забирает. Они свои жизни отдают за то, что у них забрало практически все, лишило всего. очень странная духовно-психологическая ситуация, скажем так. И при этом кто-то там на что-то надеется. Для меня это немного странно все. Мне просто живо вспоминается цитата Зеленского, который в Польше сказал о том, что в будущем между нашими государствами не будет существовать границ. Может быть, он имел в виду и веру в том числе? В комплексе имел в виду. Поляки, они же как бы тоже копытцами стучат, им же тоже кажется, что вот сейчас они сломают православие и прибавятся католиков. Господство поляков на тех землях, которые сейчас называются Украина, они же были основаны в том числе и на религии, на попытке обратить всех, то есть там как считалось, католики это высшие люди, униаты это такое что-то среднее и на самом низу, на дне это православное. Восстание Хмельницкого, допустим, если брать, антипольское, оно же в значительной степени опиралось именно на пафос религиозный, именно на то, что у православных людей Малой Руси пытались забрать их веру униаты и католики. ведь там же страшные вещи творились, когда вот это восстание началось и оно охватило всю Малую Русь, там же страшные вещи, там же как бы что там с католиками делали, что там с панством делалось, там же по сути война шла в большей степени, она была не сколько политическая, сколько религиозная, то есть с одной стороны казаки хотели привилегий, а с другой стороны православные хотели, чтобы католицизм их не унитал и не давил, не уничтожал их церкви, не захватывал и так далее. Вот на основе вот этого всего собственно говоря тогда все и началось и тогда Польша собственно говоря и потеряла вот эти территории именно благодаря вот всем этим вещам. Мне кажется сейчас благодаря вот этим вещам которые происходят в Украине у Польши как раз таки повышаются шансы эти территории вернуть. На мой взгляд поляки переоценивали свои силы. Когда-то опять-таки историческая ретроспектива это касается и Беларуси и Беларуси в том числе они же когда-то очень сильно переоценили свои силы. Сейчас на мой взгляд поляки повторяют ту же самую ошибку. Они теряли свою государственность уже несколько раз. Именно на волне вот этих этого слабоумия своих этих амбиций и чванства национального польского они уже несколько раз теряли свою государственность. И это ничему их не научило. И сейчас они опять с подачи американцев через фонды вот это между море вот это паранояльная их идея сверхценная вот это с подачи американцев это через фонды все идет. Оно же не вылезло ни год назад ни два года назад в головах правящей польской элиты вот этих националистов польских. Оно с момента распада Советского Союза существует. Да, оно культивит. Причем оно американцами сознательно культивировалось вот эта идеология между моря. Вспомнили Пилсудского вот это его эти странные идеи и все остальное. Они же бредят опять этим всем. Они постоянно этим бредят. Они опять как бы видят в России своего смертельного врага. И здесь как бы ошибка точно такая же. Вступать в лобовое столкновение с Россией любому из вот этих вот восточноевропейских лимитрофов это по сути подписать себе смертный приговор. Вот поляки же они сейчас вот широко открытыми глазами видят, что происходит с Украиной. Они это видят. И они радостно повизгивая, ну по крайней мере правящие элиты значительной части общества в русофобском угаре в ненависти к Белоруссии, к белорусам, которых они как и собственно и украинцев считают своими холопами. Ну, давайте мы заново создадим речь посполитую от моржа до моржа. А давайте мы будем пануваты. А давайте мы будем удовлетворять потребности нашего американского хозяева. С одной стороны мы придавим западную Европу, чтобы она не дергалась под американцами. А с другой стороны мы станем восточным валом западной цивилизации, цивилизованной Европы. И будем останавливать вот эти вот орды, орков, которые наползают на эту прекрасную и великую Европу. То есть этот бред паранояльный, у них очередной приступ этого бреда. И у них не хватает мозгов понять, ребята, просто вот блин, вот остановите вот этот поток этого бреда и посмотрите на Украину. Она же мыслила и мыслит точно так же, как и вы. Вы, по сути, вот Польша по сути сейчас это Украина Восточной Европы. Вот когда Украина настоящая, она будет вычерпана, а уже осталось недолго, то Польша по идее, по логике американской, по тем планам, которые они строят, Польша должна стать второй Украиной. Ну, ребята, включите вы мозг. Вы мечтаете о том, чтобы вам привезли ядерное оружие. Вы что, не понимаете, что если с вашей территории полетят ядерные ракеты, то ответный удар придется по Польше, по вашей территории. И если, допустим, вот сейчас на то, что происходит на территории бывшей УССР, все то, что там происходит, это такая, вот так скажем так, это ведь Россия же бьет не в полную силу, потому что понимает, что это ее люди и это ее земля. Да, ей потом придется заниматься восстановлением этих территорий. Да, мы все равно придем, это наша территория, это наши люди. Мы придем туда, мы восстановим мозги, которые вы свернули, да, Запад, и мы восстановим эту территорию, мы это понимаем. Что будет через год, да, в плане работы российского ВПК и всего остального. То есть поляки даже об этом не думают. Вот у них есть, это вот эта вот паранояльная вот эта вот идея Великой Польши, ведьможа-даможа, и они вот этой идеей бредят уже не первое столетие. А потом, когда теряют свою государственность, они разбегаются по Европе и десятилетия не исходят с желчью относительно России. Начинают придумать разнообразные русофобские сказки. Вот знаете, это по кругу такой получается, странный процесс. Вот эта паранояльная идея, о которой вы говорите, она напоминает мне вот эту вот идею Зеленского о возвращении Крыма. По-моему, что-то аналогичное. Ну, Зеленский, знаете, Зеленского мы трогать не будем, потому что человек, мягко говоря, не в себе. Если поляки, у них же там старая идея, они же у них Ну да, да. Паранояльные такие тенденции просматриваются уже ну как минимум лет 200, то Зеленский просто находится в состояние измененного сознания. Вот что ему вложили в голову, он донесет. Он даже не совсем понимает. Ну, фантазирует. Хотя, в принципе, они же своего добиваются там на Украине. Им же удается пропагандой создавать иллюзию у значительного количества украинских граждан, что они перемогают, что победа у них не за горами. Зеленский же обещал в прошлом году, что этим летом будет купаться в Черном море и так далее. Но бред, да, бред. Это такой, знаете, бред военной пропаганды. У поляков более тонкий бред. Такой более изысканный интеллектуальный, детально проработанный. Здесь уже такая более серьезная клиническая ситуация. Но польские политтехнологи поинтереснее работают, да. Ну да, да, ну там уровень интеллектуальный повышенный. Давайте называть вещи своими именами. Польская элита это ее ж не... Что же мы будем сравнивать? Это то же самое, что сравнить там, не знаю, профессора университета где-нибудь в городе с каким-нибудь свинопасом, который еще вчера не умел читать, а вот сегодня вдруг овладел грамотностью и прочел первую свою книжку. Ну или школьным физруком каким-нибудь. да, поэтому естественно, но по сути по форме они отличаются, но по сути там различные какие-то. Что ж, спасибо вам большое за эту беседу, действительно было интересно, потому что такую точку зрения услышишь нечасто и всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова